Всем привет! Сегодня немножко о турках, о менталитете, о отношениях. Такой небольшой свой срез, что я замечала, что хочу ответить, о чем хотим поговорить с вами. Сейчас о совместимости с турками, кому какие турки подходят, на что обращать внимание и так далее. Это только открытие такой темы. Если вам это будет интересно, пишите в комментариях под этим видео, что да, снимай подобную тему еще. И подкидывайте вопросы, вот эти стереотипные, которые вас волнуют, о которых вы очень часто слышите, например, правда это или нет. Будем разбирать. Очень часто задаваемый вопрос, сколько ждать свадьбу от турка, когда он сделает предложение. Ответа на это нет, к сожалению. Я знаю историю очень много, когда очень быстрая скоротечная свадьба. И не всегда она заканчивается, кстати, классно тем, что люди разводятся, не очень хорошо друг друга узнали. Или там просто трудные какие-то проблемные отношения, например, терпят, продолжают. Также я знаю историю, когда тянется история годами, и он не делает предложение. И потом, например, прекрасно живут, и у нее друг друга узнали. Или тоже бывает разводятся очень быстро, даже когда они долго встречались до отношений. В общем, это не показатель времени. Нет какого-то временного ценза, сколько ждать, когда турок сделает предложение. Есть стереотип о том, что турки такие семейные. И они так быстро все предлагают замуж, не надо путать слова любви приятные, и говорят, будешь моей женой, когда он это сказал. И до того, как это придет, эти слова реализуются в реальность. Эти слова перейдут в что-то материальное, в колечко на пальце, в штамп в паспорте, переезд или еще что-то такое подобное. Потому что, мы все это знаем, миллион раз говорила, слова любви, они тоже важны, но очень часто турки, для того, чтобы ты, и не только турки, кстати, вообще в принципе восточные мужчины, они говорят женщинам то, что они хотят слышать, дабы придержать, чтобы она не ушла к другому, остановила свой выбор на этом избраннике и так далее. Они говорят, что женщина хочет слышать. Многие женщины хотят слышать о свадьбе, о детях, о будущем и так далее. И, по сути, он ни к чему не обязывает. Он говорит, да, я тоже этого хочу, да, я вижу тебя моей женой. Но когда что произойдет, неизвестно. Это уже зависит индивидуально от проблем у турка своих, да, психотравм каких-то с детства, проблем в семье и так далее. Может, он вообще, он может это все говорить, но на самом деле очень сильно боятся свадьбы, очень сильно боятся сближения, ответственности какой-то. Вот сейчас, смотря в большом городе же, я сразу говорю про большие города. Разница есть немножко по воспитанию и по культуре и так далее. Но вот мы берем большие города, здесь замуж выходят и женятся молодые турки, ну, попозже. Сейчас у них всех, там, образование, работа, деньги или карьера, самореализация. Очень многие любят, кстати, ну, да, кризис финансового, попутешествовать, что-то посмотреть. Из таких средних, по Турции также попутешествовать или по другим странам. Ну, в общем, молодежь такая, в принципе, да, как и везде, она не инертная, активная очень сильно. И у них сейчас не в приоритете замужем выходить рано, детей рожать, там, вот эта вся история, она отходит очень на второй план. Если мы берем провинцию, там эти старые немножко, скажем так, укоренелые законы, дети и поколения, ценности немножко другие, они там видят меньше, у них меньше возможностей путешествовать или еще так далее. Ну, там тоже, кстати, такие активные, такая молодежь активная есть. Ну, и к тому, что сейчас в крупном городе, в Турции про серьезные отношения. Более-менее, это Турок после 30, конечно. Это 33 года, я бы поставила такой ценз, когда он реально уже думает о семье, не просто говорит о ней, бла-бла-бла, я хочу там жениться и все прочее. Он к этому времени что-то заработал, какую-то либо карьера что-то есть, какая-то ступенечка, да, либо там как-то от родителей отсоединился, или квартиру снял, или купил, или что-то заработал, или вот про карьеру что-то. В общем, он уже что-то имеет, некий багаж, и тогда он, снимая свою тревожность, начинает думать о свадьбе, да, о том, чтобы найти такую приличную. Ну, каких они девушек обычно, да, смотрят, конечно же, которую примут родители, это очень важно, к сожалению, до сих пор, да, одобрительную обществом, родственниками, родителями, да, чтобы она была более-менее прилично выглядела, там, ну, не распущена как-то, да, не фривольно, там, с декольте, с короткими юбками, вот эта история, или на знакомство, то есть она так не оденется, я к этому веду, да, потому что с родителями кого можно познакомить. Чтобы у нее было какое-то образование, чтобы у нее была какая-то работа, чтобы она не просто так непонятно чем занялась, чтобы они, какой-то свой бэкграунд, какая-то история уже к этому моменту тоже была. Я могу отметить, да, про семейность, когда, тоже был недавно комментарий, как так мне турок ответил, что у меня есть ребенок, и он вообще тогда на мне жениться, короче, не будет, потому что у меня есть прицеп, как это говорится в странах СНО, я вообще против такой. В формулировке. А, в общем, он сказал, что замуж, жениться на мне не будет замуж, я за него пойти не могу, потому что у меня есть ребенок от прошлого брака, ему это не надо. Как же так, все турки такие семейные, что за фигня? У вас там у всех так. Это тоже такой вопрос, как и про, когда сделают предложение. Нельзя распространять на всех. Здесь есть очень семейные турки, здесь есть такие, которым не нужны чужие дети, как и везде. И, к сожалению, может вам это неприятно слышать, но он имеет на это полное право. Он имеет право выбирать так же, как и вы. Хотите вы себе мужчину с ребенком, например, от предыдущего брака, с которым джет, или не хотите, это дело уже ваших желаний. Задача правильная. Партнера сказать о том, что у него, например, есть такой бэкграунд в прошлое, или вот у него есть ребенок. Выбор за вами стоит, вам принимать это решение и понимать, чего я хочу, чего я не хочу. И обижаться на него за это, я считаю, абсолютно неправильно. Это выбор каждого человека и так далее. Это его тоже дело. Может, у него семья такая была, отношения такие, не хочет он ответственности лишней, чужой детей. Вот это все истории. Я, кстати, тоже такое встречала среди своих знакомых турок, которому было 35. Он был ни разу не женат, у него просто были там отношения какие-то серьезные, серьезные разные. Он готовился, назовем так, к свадьбе, искал уже такую девушку для серьезных отношений, он сказал четкой, я не хочу себе с ребенком. Я имею право начинать с своей женщиной все с самого начала, с нуля. Я не хочу, как сказать, он так сказал, интересно, что, в общем, вот эту связь другого мужчины, я не против детей. Я их люблю, племянников там своих, люблю родственников там, чужих детей, окей. Он, кстати, прекрасно общается с моей дочерью, он говорит, но я не хочу чувствовать вот эту связь другого мужчины, женщины там, которую я выбрала, в общем. И логично абсолютно, он имеет на это право. А про женщин, у кого есть дети или кто в разводе без детей, неважно, у кого есть за спиной брак или серьезные какие-то отношения долгие там и так далее. Поверьте, для вас, турок, который с разводом или был женат когда-то или с детьми в разводе, очень хороший вариант. Знаете почему? Это стрелянный воробей, который вот, скорее всего, в Турцию трудно, долго разводился. Это определенная травма. Теперь он, скорее всего, если сделал правильный, адекватный чувак, да, он сделал выводы какие-то свои. И он теперь, например, будет в конфликтах меньше кидаться фразами «мы расстаемся», «я ухожу» или собирать какие-то вещи. Он будет больше держаться за отношениями, потому что у него всегда будет в голове всплывать, как он разводился, какие были, например, скандалы. То есть он более бережно будет относиться к вашим отношениям. Если у него есть после развода дети, допустим, живут они с ним, не живут, неважно, а у вас тоже они есть, вам это на руку, потому что он бережно будет относиться и большим пониманием к вашим детям, потому что у него есть свои. То есть отношения будут к вашим детям лучше, да. Если он что-то там покупает, он у своих детям и о ваших лишний раз подумает, да, или он будет их принимать, или он не будет, будет менее категоричным, он будет, ой, ну это дети, у меня был такой опыт. Это и опыт, и любовь, и так далее, и у него всегда ощущение, например, что он, например, по своим детям скучает, если они не с ним живут и так далее, или мало ему общения. И он к вашим будет по-другому относиться. То есть для женщины, которая с прошлым, с детьми или с ребенком от прошлого брака и собирается строить отношения с турком, для вас разведенный турок, это вообще, мне кажется, очень хороший вариант. В том плане, если это адекватно, да, назовем так, человек, который сделал работу над ошибками своими, сделал какие-то выводы, человек с багажом, с опытом, по-другому относится к отношениям, более бережно, не разбрасывается словами, меньше делает больно, с пониманием относится, например, к чужим детям и так далее. И я бы, вот как мне писали, да, комментарии женщину, у которой есть ребенок, а турок тебе тут отказывает и говорит, я тебя с ребенком не хочу, не возьму. Так, блин, да радоваться вообще надо, не спрашивай, а что у вас там они такие все семейные, что ты мне такой попался, не турок, да? Нет, блин. Радуйтесь, что он об этом открыто сказал. Вам это не пришлось почувствовать через ненависть, ни любовь, ни принятие, критику вашего ребенка, когда вы уже переехали. То есть вот этих проблем вы всех лишились. Это же классно. На берегу разобрались, да, да, нет, нет, кто есть, кто, все, окей, понятно, привет, до свидания. Что, классно? Так что про совместимость с турками, немножко сегодня такие стереотипы развенчали и так далее. Это, в принципе, мне кажется, в любой стране, когда человек с опытом или там с разводом, и вы в том числе, вам проще будет понять друг друга, вы переживали какие-то моменты, это и объединение вас, и понимание, и бережное отношение к чувствам и так далее, сопереживание какое-то, эмпатия. И да, действительно, когда у него нет детей, еще нет такого опыта, брака там, сохранения отношений и всего прочего, а у вас это уже было, и развод там, боль какая-то и все прочее, вы как с двух разных немножко планет. Вы немножко по-другому, у вас накал страстей, эмоциональная ценность, вы где-то можете больше уступать, прощать, у вас был опыт этот, а он это не умеет, он более категорично, соответственно, возникает больше проблем. И напоследок хочу сказать огромный прям совет, как переехавший давным-давно, и что я здесь наблюдаю, девчонки, кто переезжает вообще в любые другие страны, или входит замуж в своей стране, да, ныряя в отношения, пожалуйста, не растворяйтесь в мужчине, в этих отношениях, не надо стопроцентно уходить в это с головы, у вас всегда должны оставаться там, типа, 25% своих личных друзей, если вы переехали в другую страну, найдите каких-то девчонок, с кем общаться будете, хоть просто, не говори, что подружками лучшими должны стать, другое какое-то общение, чуть-чуть должно быть. Просто кто переезжает в новую идея, только муж, что вы как проводник здесь, да, очень легко утонуть в этом, погрязнуть, все вокруг страшное, неизвестное, новое, и вот на этот островок безопасности легко упасть. Делать этого не нужно. Я не про то, что, ой, вы потом станете, может, неинтересны, или тра-та-та, там с вами поговорить, нечем будет выразаться, не, не, не про это, я вообще про вашу индивидуальность и личность. И вам адаптироваться так будет проще. Вы замечали, например, я на родине у своих девчонок знаю подружек, замуж вышли, подружками она меньше общается, работа, дом, муж. Мы все, с мужем выходные, мы с мужем туда-то, мы там то-то, ты-та-ты-та-ты, я все для мужа готовлю, она начинает вот эту хозяюшку максимально наслаждаться этим, потонуть в этом, чересчур, слишком много. Да, это нужно делать, но давайте в меру какой-то, да, мы не забываем про свою индивидуальность как личности. У меня должны оставаться там хотя бы 25% друзей, моих старых, моих друзей, не с мужем пополам поделенных не наши родственники, а мои подружки или мои друзья откуда-то с мужем не касающиеся. Затем у вас должны быть свои хобби и увлечения. Я могу сама, например, сходить в кинотеатр, я могу сама сходить одна в кафе, и муж мне не говорит, ты с кем ты там пошла? И вот это вот, типа, ля, такой ревности тоже странной, неописуемой. Он должен понимать, что мне надо побыть одной какой-то период времени или одной, там, пошарахаться по магазинам или еще что-то, да. Классно, если у вас есть или остается работа, то есть у вас должно быть свое личное пространство. Проблема к тем, кто сюда переезжает, именно за границу куда-то, сюда это я имею в виду Турцию, вообще, девочки очень активно начинают для того, чтобы не раствориться в отношениях у мужчины, они начинают активно пытаться самореализовываться во все подряд, куда-то себя приткнуть, чем-то заняться, почувствовать себя нужной, какую-то деятельность создать, чтобы, там, не знаю, не бездействовать, не бездельничать и такое все прочее. Это, конечно, классно, и это помогает какой-то период времени, но, к сожалению, вы потом можете прийти к тому, что я пробую очень много-много, мне ничего в итоге нет, результата никакого. Я пытаюсь пробовать, не знаю, чего я в итоге хочу. Я вроде трачу время, пытаюсь порох, то есть результатов у меня никаких нет. Они меня, например, не удовлетворяют. И мы приходим к некому выгоранию. А вот если мы возьмемся заодно что-то интересное, что нам действительно нравится, нас манит и так далее, то, возможно, будет успех и результат меня удовлетворит. То есть мы не распыляемся на все подряд, чтобы просто не растворяться в мужчине. И в мужчину не прыгаем, не растворяемся в отношениях максимально. В любом случае, где бы вы ни жили, в каких бы обстоятельствах ни находились, какие бы обстоятельства вокруг вас не поменялись, вы должны оставаться личностью и индивидуальностью, потому что вы у себя до самого последнего вздоха вашей жизни. Мужья приходят и уходят, мы расстаемся, люди вокруг умирают, рождаются, а я у себя остаюсь. Обстоятельства меняются, а я есть. Вот вам с собой должно быть интересно, вам с собой должно быть весело, вы должны любить себя, не ненавидеть. И тогда это под такой шажок путь к гармонии, к счастью, когда вы можете сказать, я счастливый человек, у меня все хорошо. Или я имею в себе силы, это и будет давать вам некую энергию силы для каких-то там, ну допустим, проблем в жизни, силы для того, чтобы стоять столько в трудностях каких-то. Спасибо всем за внимание. Что вы думаете по этому поводу? Какие у вас рассуждения? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно об этом почитать и узнать. Если вам нужна моя консультация психолога, в инфобоксе под видео, моя почта, пишите туда консультацию, мы с вами встретимся в скайпе. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.